Всем Борс, с вами Вика Хорс, и сегодня мы снимаем продолжение видео обзора на весь мой персонал, плюс сюрприз, особо не будем разговаривать о сюрпризе, так как вы скоро сами все увидите. И начнем мы с первого всадника, так сказать, на котором мы закончили прошлое видео, до которого мы не успели дойти. Ну, приступим. И вот эта всадница, я ее поставила вместе с конем, просто потому что она не стоит сама, вот, это действительно ее конь, конкурный, кстати, но она его дает в смену, то есть всех коней, если вы не смотрели прошлое видео, то вот там вы сможете его посмотреть, и обязательно его посмотрите. Прямо сейчас поставьте это видео на паузу и идите смотреть то видео, а потом, когда его посмотрите, возвращайтесь сюда, иначе вы просто ничего не поймете. Это конкурная всадница, она одета для соревнований, красный фраг, белая рубашка-блузка, белые бриджи, черные сапоги, кстати, обратите внимание, всадница со шпориками, шпорики непрекрасные, шпорики белые, вот, с белыми волосами. Я сначала подумала, что это мужик, потому что, я мужик, тыц, 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 ну да, типа, и черный шлем, вот, ну, сейчас я вам покажу всадницу эту с разных сторон. Ну, и не будем слишком сильно зацикливаться на всаднице, перейдем к лошади. Это жеребец Пинто, Эрмитаж, его даже здесь случили, и с кобылой ожеребился. Здесь такой вот беленький недоуздочек, кстати, из-за чомбур я с огнедероку, потому что он часто отвязывается. Вот, такой чомбур. Он с там рыжепегой масти, тоже очень здоровский, но из-за того, что у него тут грива такая большая, на него не каждая всадница налезет, потому что, ну, его вот такая вот длинная, всадница должна сидеть здесь, здесь сидеть вот тут вот, ну, когда как. То есть такой хвост, ну, в общем, у него все очень обширно, и он, в общем-то, сам гигант. Единственное, наверное, ложь в моей коллекции, у которой голубые глазки. Это не старый, это новый жеребец. Его зовут Эрмитаж. Вот, такой вот прикольненький. Если вы смотрели сериал «Тренировка», если нет, то идите и посмотрите вон там, и только тогда возвращайтесь, то вы знаете, что это звезда нашего сериала. Это Наталья, которая нас сбегала. Ну, не то, что сбегала, конечно, но все же что-то такое было. Это конева, который шел вместе с мойкой. Вот она в черных сапожках, в белых бриджах, в зеленой футболочке и в черной жилетке с зеленой резиночкой и с рыжими волосами. Кстати, единственный всадник, единственный мой персонал, которому я скажу год изготовления. Сейчас мы посмотрим. Видите, тут вам видно, нет, тут свитчивает вам, наверное, вспышка, потому что я снимаю со вспышкой, так у меня камера плохо достаточно снимает, блин. Вот, ну как-то так, и если приглядеться, то можно увидеть цифру 13, значит она сделана с 2013 года. И потом ее лошадь Базилик, она тоже вот дает в группу ее, когда она занимается с ее группой, то она дает его вообще всех лошадей. Нужно брать в ее группу и там Олега, и там Ирины, но частных лошадей, если частник как бы разрешит взять кому-то на тренировку, то можно. А если нет, то на каких-то КСК лошадей. На Базилике, это, кстати, Базилик, русская верховая порода. Вот такой вот зеленый недоуздок на нем, такой вот очень прикольненький. Жеребец шел в комплекте с мойкой, я напоминаю вам. Да, вот такой вот прикольненький, черно-беленький жеребец. Потом это всадница по вестерну Кристина, тоже она состоит с лошадью, потому что она сама не может стоять. На ней белая шляпа такая, косички такие очень прикольные, красная рубашечка или пузочка, белые перчатки, такие коричневые штаны, я не знаю, здесь синяя вкладка, наверное, какая-то, и ботиночки. Приступаем к лошади, да, это буденовский жеребец Таиланд, на нем одет такой желтый кордео, вот, он очень красивый, да, такой вот с чулочками прикольными, вот. И это всадница, она тоже стоит вместе с лошадью, только потому что она не может сама стоять. Это выездковая, по-моему, или конкурная, честно не помню. Да, это конкурная, конкурная, это конкурная всадница, ее зовут Настя, она в белых бриджах, черных сапожках, но на самом деле они коричневые, но камера передает их как черные. Да, у нее фиолетовый жилетик, розовая футболочка и розовый шлен, на самом деле здесь коричневые вставки, и камера передает как черный, да. Перейдем к лошади, это кобыла Камаргуроника, на нее одет такой радужный кордео, разноцветный резиночек, вот, это очень интересная кобылка тоже, вот. Ну, и теперь перейдем к нашему сюрпризу, долгожданному, какому-то неожиданному сюрпризу, тут. А, испугались? И это у нас посылочка из Китая, да, я ее, можно сказать, ну не мне ее прислали, а я в магазине увидела вот эту змею из Китая, она очень-очень классная, у нее такой язычок, зубки, зубки. Кстати, вот так вот, немножко остренькие Даже, да И она вот таких вот цветов Красная, желтая, черная Да, есть Внутри, сейчас я попробую Ее сложить вообще, как она лежала в магазине И вот как она лежала В магазине, извините, что я делаю Это не на видео, просто ее было Очень тяжело скручивать, очень-очень Когда я ее купила, ее вообще Просто вот так вот тяну И она как бы нормально, а сейчас ее фиг сложишь Вот, и как вы заметили Она тонкая и идет Толще, 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 толще И тут самая толстая Ну, в общем, на этом Наш сюрприз закончился, всем пока